Привет, с вами Эндрю Крэймор и это сайт videocopilot.net Добро пожаловать на очередной захватывающий видео урок Прошу прощения за свой хриплый голос, я только что перенес простуду Но сейчас я чувствую себя хорошо и намерен записать видео урок Итак, мы будем создавать вот такой дизайн с применением элементов Evolution Design Эти элементы вы конечно же можете найти на нашем сайте В разделе товаров, очень впечатляющий диск с эффектами Я воспользовался парочкой элементов дизайна с этого диска И вот то, что у меня получилось Как вы видите, это 3D табличка с названием Давайте начнем Для начала создаем новую композицию Размером 720 на 480 пикселей Продолжительностью в 5 секунд Затем создаем новую основу Сероватого цвета Примерно так Теперь создаем еще одну новую основу На этот раз темно-красную И меняем показатель Transfer Mode на Classic Color Burn После этого выбираем инструмент Elliptical Mask Нажимаем на него двойным щелчком Нажимаем двойную M Substract И увеличиваем уровень Feather После этого нажимаем на клавишу T И уменьшаем уровень Opacity Прежде чем мы перейдем к основной части работы над дизайном Я хотел бы вам показать некоторые занятные способы использования элементов Evolution Для создания классных узоров и задних фонов Создадим новый регулирующий слой И опустим его под темно-красную основу Затем в строке меню Effect and Preset набираем Collider Scope И выбираем опцию CC Collider Прежде чем продолжить Выбираем один из образцов Flourish 14 Применяем его к композиции Нажимаем S и уменьшаем размер Таким образом мы получили элемент, который приходит в движение Мы уменьшаем его и поместим посередине После чего опустим этот слой Flourish под регулирующий слой Затем выбираем опцию CC Collider И применяем ее к регулирующему слою Благодаря этому узоры повторяются и отображают друг друга зеркально Вы можете заметить, что узоры будут менять форму Если мы применим к ним функцию Rotate Вы же знаете, что такое колейдоскоп? Трубка, в которую вы смотрите, поворачиваете ее И внутри смещаются кристаллы, образующие различные узоры И принимая причудливые формы Смотрится все это отлично В этой программе есть также различные вариации того, как смотреть на эти узоры Мы можем развернуть их Или придать им форму звезды и так далее Теперь же давайте выберем слой Flourish Если вы отключите, а затем опять подключите регулирующий слой То сможете увидеть, что он как бы повторяет этот участок Поэтому нам остается только передвинуть эти узоры и создать какие-нибудь интересные эффекты Для этого изменим показатель Transfer Mode на Overlay После чего нажимаем клавишу T и уменьшаем уровень Opacity Теперь выбираем слой Flourish и продвигаем его вперед так, чтобы он был задействован в течение всего времени Можно прямо сейчас установить ключевые кадры Но я не буду пока этого делать Следующим шагом будет создание новой основы Черного цвета Никогда не могу понять, с какой скоростью я должен объяснять То ли я должен рассказывать все так, будто это мой самый первый урок Или же я должен ориентироваться на тех, кто здесь часто бывает Поэтому я прошу прощения, если моя манера ведения урока вас раздражает По той или иной причине Приступим непосредственно к созданию таблички с названием Есть несколько способов для ее создания К примеру, можно воспользоваться инструментом Pen Tool Выбрать слой, черной основы И изобразить на нем какую-нибудь форму Смотрится довольно неплохо Или же воспользоваться специальным инструментом Shape Прилагающимся в программе After Effects CS3 Таким образом, мы можем одним щелчком создать идеальный прямоугольник С закругленными углами Мы воспользуемся именно этим способом Но вы можете пойти и другим путем Итак, мы создали табличку Теперь нам нужно перенести в композицию элементы Evolution Для этого мы возвращаемся обратно в меню Выбираем слой Flourish 6 Применяем его к композиции И уменьшаем масштаб Теперь проматываем запись вперед И заполняем поле, скажем, темно-красным цветом Выбираем эффект Generate Fill Изменяем установленный цвет и показатель Transfer Mode на Classic Color Burn Затем поворачиваем получившийся узор и уменьшаем его размер Мы как бы повесим этот узор на угол таблички Давайте изменим его цвет, чтобы он лучше гармонировал с композицией Преимущество программы After Effects CS3 состоит в том, что когда вы заменяете цвета выбранных объектов То это изменение мгновенно отображается на экране То есть вы видите, что именно происходит Как мы видим, вот здесь образовались полупрозрачные участки Удваиваем выбранный слой Edit, Duplicate И копию помещаем вот сюда Предварительно повернув ее другой стороной Чтобы она отличалась от первоначального узора Примерно так Теперь удваиваем еще одну копию Для этого достаточно нажать Ctrl D Мы получили еще одну копию Изменим ее цвет на желтый После этого изменим показатель Transfer Mode на Normal После этого выбираем эффект Stylize Glow Этим мы добавим немного свечения Выставим среднее 50% разрешение Это еще один отличный пример того, почему возможность замены цвета настолько важна В данный момент цвет узора желтый Он смотрится не очень хорошо Но если при свечении, которое мы ему придали Мы выберем другой оттенок Не слишком яркий С желтовато-золотым оттенком Это будет то, что надо Увеличим радиус свечения И вернемся к высокому разрешению Еще один плюс этой программы в том, что не нужно каждый раз специально открывать-закрывать цветовую палитру Для того, чтобы изменить цвет Этот узор чуть-чуть великоват Поэтому мы уменьшим его размер Перетащив его вот сюда И повернем После этого выбираем слой таблички И поместим его поверх узоров Таким образом, чтобы они как бы вырастали из-за таблички Отменим всю примененную нами до этого калейдоскопическую мозаику Теперь выбираем золотой узор Удваиваем его еще раз Поворачиваем И передвигаем его в эту сторону Эта часть урока В общем и целом экспериментальная Вы можете попробовать различные варианты Разворачивать узоры и так далее Следующим пунктом мы добавим Еще немного потрясающего освещения к узорам Для этого создадим новую основу Пусть она будет черной После этого выбираем эффект Generate Fill Переменяем по отношению к этой основе красный цвет И меняем показатель Transfer Mode на Screen Затем выбираем инструмент Elliptical Tool И удерживая клавишу Ctrl рисуем овал После этого нажимаем клавишу F Увеличиваем уровень Feather И опускаем этот слой под слой таблички Теперь поэкспериментируем с цветовой гаммой Добавим чуть больше красного цвета Хочется, чтобы узоров было больше Поэтому увеличиваем их размер И размещаем их вокруг таблички Кроме этого добавим теплых тонов Для этого выбираем слой композиции И наполняем его цветом Так же, как предыдущие слои Придадим ему оранжеватый Или даже красный оттенок Затем выберем слой таблички И добавляем постепенный переход тонов Для этого выбираем эффект Generate Ramp И изменяем фон цвета таблички на темно-красный Смотрится неплохо Помимо проделанного Я добавил некоторые частицы К слой заднего фона Для этого нужно создать новую основу После чего нужно применить в ней опцию Particle World Отключив показатель Grid После этого необходимо убедиться Что цвет всех выбранных слоев желтоватый Для этого выбираем слой основы И устанавливаем желтый цвет Теперь изменим уровень Gravity на 0.100 А показатель Particle выставляем на Lens Convex Это поможет создать такие вот точки на изображении Уменьшим размер опции Birth and Death И снизим количество частиц Кроме того, уменьшим уровень Velocity Чтобы частиц не было так много И они не распространялись настолько далеко Теперь можно выставить уровень Gravity на 0.0.30 Все это увеличит воспроизведение частиц Увеличим вот этот показатель Чтобы частицы получше заполнили пространство Теперь снова выбираем эффект Stylize, Glow И опустим слой выбранной основы под табличку На самом деле имеет смысл сделать основу белее Это придаст изображению светлых бликов Можно еще побольше уменьшить размер частиц Чтобы они выглядели больше как брызги, чем как пятна Теперь мы можем взять инструмент Text Tool И написать на табличке какое-либо название Отлично В первоначальном варианте композиции я переводил все слои в 3D формат Нажимаем на кнопку Toggle Switches И переводим все задействованные слои в 3D формат Подключим функцию 3D Слои с узорами Вот этот слой красного свечения Но не затрагиваем при этом слои частиц Так как у этого слоя собственное 3D пространство Вот что мы получили Теперь нужно немного сместить слой Чтобы табличка с надписью была расположена спереди Создадим камеру Выставляем пресет на 35 мм Нажимаем ОК Выбираем инструмент Orbit Tool И с его помощью повернем изображение Чтобы оценить глубину Затем выбираем табличку с надписью Выдвигаем ее вперед После чего выбираем некоторые из узоров И отодвигаем их назад Затем удваиваем табличку И отодвигаем назад одну из получившихся копий В сущности, таким образом Мы получили дополнительную версию композиции Теперь давайте выберем слой частиц И поместим его под слои узоров Чтобы порядок отображения Не сбился из-за этих элементов Необходимо убедиться, что те слои Которые взаимосвязаны друг с другом Расположены непосредственно друг за другом И между ними нет никаких лишних Препятствующих слоев Так как в противном случае Весь порядок отображения композиции Будет нарушен После того, как вы справились Со всеми этими установками Вы можете вертеть это изображение Как угодно Со всех сторон И наблюдать за его захватывающей 3D глубиной Смотрится здорово Этот дизайн, конечно, очень прост Но вы всегда можете изменить цветовую гамму Можно заменить задний фон Или добавить какую-нибудь трагичную надпись Есть еще один момент Который я выполнил в первоначальной композиции Но забыл создать в этой В коллекции эффектов RioJir Выбираем элемент Paper Texture И опускаем его под слой таблички Уменьшаем его масштаб Изменяем показатель Transfer Mode на Multiply Или лучше на Classic Color Burn Теперь уменьшим уровень Опасити И обрисовываем пространство вокруг таблички с надписью После этого увеличиваем уровень Feather Отключим некоторые из слоев Чтобы лучше видеть получившееся изображение Кроме прочего Можно также увеличить уровень Mask Expansion Таким образом Как вы видите, мы добились такого эффекта Как будто текстура узора, расположенного за табличкой Кровоточит Можно продолжать увеличивать уровень Feather По своему усмотрению Кроме того, мы переведем слой Paper Texture В 3D формат И подключим обратно все оставшиеся слои Теперь можно получить более насыщенную текстуру Которая совершенно точно смотрится очень здорово Ну и чтобы продемонстрировать возможности применения эффектов RioJir Покажу вам еще кое-что Выбираем вот этот элемент Flow Применяем его к композиции Этот элемент обладает отличной текстурой Можно поэкспериментировать с показателями Transfer Mode Чтобы добиться наилучшего результата И есть отличный способ быстрого пролистывания этих показателей Удерживая клавишу Shift Можно просматривать варианты Нажимаем на клавишу плюс и минус Таким образом Вы сможете просмотреть все предлагаемые варианты И выбрать тот, что нравится вам больше всего После этого вы можете уменьшить уровень opacity Опустить слой текстуры под остальные слои Размыть изображение Текстура на заднем фоне в любом случае будет смотреться отлично Это в любом случае всего лишь пример того Какие классные штуки можно сделать при помощи программы After Effects Небольшой усидчивостью и старанием Не забудьте приобрести диск Evolution Мы ценим всех клиентов, покупающих наши диски Это очень помогает нам создавать эти уроки Налоги растут, поэтому покупайте диски по нашим выгодным ценам Для тех из вас, кто не платит налоги У нас есть специальная онлайн оплата Надеюсь, вам понравился этот урок Я Эндрю Крэмор и это сайт VideoCopilot.net Заходите на наш сайт, читайте наш блог и покупайте нашу продукцию Всем пока, увидимся Субтитры сделал DimaTorzok